Давайте поприветствуем Михаила Крутихина, экономическая аналитика, специалиста по нефтегазовому рынку, журналиста-историка Востоковеда. Михаил, приветствую вас. Добрый день. Давайте сразу с этого начнем. По свежим следам Путин полетел в Эмираты, полетел в Саудовскую Аравию. После этого он встретился с иранским президентом России в Москве. Интересный такой, знаете, гамбит такой суннито-шиитский, если мы будем говорить про исламский мир сейчас. Но вот что искал Путин в Эмиратах, чего он добивался в Саудовской Аравии. Сразу забегая вперед скажу, что есть мнение, в том числе среди украинской экспертов среды, что это как раз касается ситуации в ОПЕК. И того, что партнеры России по ОПЕКу не совсем доверяют тому, как Путин сейчас выполняет или не выполняет ранее принятые на себя обязательства. Ну, давайте сразу отметим такую цель ближневосточного визита Путина, как обсуждение ситуации на фронте. То есть его представитель Песков честно заявил, что вопрос о каких-то мирных инициативах он вообще не обсуждался во время визита и не должен был обсуждаться. Так что вот военно-политические аспекты оставим в стороне, их просто не было во время визита. Второе, это с точки зрения приглашающей стороны, то есть Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, ну, фактически Путина вызвали на ковер, чтобы предъявить ему претензии. Россия совершенно, ну, российское руководство завралось. То есть, когда Россия стала союзником как бы нефтедобывающих государств, союзником ОПЕК, сформировался альянс ОПЕК+, то ожидалось, что Россия хотя бы расскажет своим партнерам по этому альянсу, сколько нефти она на самом деле добывает, сколько она обязуется сократить для поддержания стабильности на нефтяном рынке вместе с другими партнерами по этому альянсу, и сколько она экспортирует. Ну, вот выяснилось, в конце концов, что никаких точных данных о том, сколько добывает нефть Россия, нет. И российский Росстат даже ему запрещено публиковать с апреля этого года. Росстат вообще не публикует никаких цифр по тому, сколько добывается российская нефть. Это раз. Второе, Россия идет на всяческие уловки, говоря, что вот она сокращает, но не добычу, а экспорт ненги. А потом начинает включать туда, в этот экспорт, нефть вместе с нефтепродуктами, что создает жуткую совершенно путаницу в головах партнеров по ОПЕК+. Потом заявляет, что вот добровольно сокращает экспорт на 200 тысяч баррелей в сутки дизельного топлива. Но временно. Что это такое? Потом заменит это все сырая нефть, не заменит. Никто ничего понять не может. И арабы выступили уже несколько раз открыто совершенно, с крайним недовольством. Вот братец наследного принца Саудовской Аравии, министр энергетики принц Абдель Азиз, он в июне еще, а потом 5 декабря в печати официально сказал, вы знаете, мы абсолютно не понимаем, вот что за статистика нам дается России. То есть прозрачности нет никакой. Мы пытаемся получить какие-то данные от нашего партнера, ничего не выходит. А доверия к Путину и вообще к руководству России нет никакого. Потому что начиная где-то с, ну, еще лет 10 тому назад, когда Россия попыталась сотрудничать с ОПЕК, и несколько раз обещала, вот все сокращаем, вот на такой, один год на 130 тысяч баррелей в сутки, другой год на 200 тысяч баррелей в сутки сократим. И вдруг выяснялось, что к концу года, на самом деле, не сократили, а увеличили добычу нефти. То есть обманывали, обманывали, обманывали. Пока вот в апреле 2020 года в это дело не вмешало. Там полный уже был конфликт между Саудовской Аравией и Россией. Потому что когда Саудовская Аравия попросила, ну, хоть сколько-то вот реально уменьшите добычу, то Путин обвинил публично Саудовскую Аравию во лжи, оскорбил наследного принца Саудовской Аравии. И вмешаться пришлось, чтобы урегулировать этот конфликт, президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Он организовал телефонные переговоры Путина с собой и с королем Саудовской Аравии. И Путин в восторге от того, что вот ему, поскольку с ним никто не хотел встречаться, руки ему подавать. Ну, что тут сказать уже. Это такая отрицательная фигура. И вдруг его приглашают в порядочную кампанию, как равного ведут с ним переговоры. Сам американский президент и Саудовский король. И он согласился сократить добычу чуть ли не в три или в четыре раза больше, чем просила Саудовская Аравия тогда. Ну, спасли от развала вот этот альянс. Трамп спас его от развала. Но с тех пор Россия по-прежнему продолжала обманывать своих партнеров. То она потребовала, чтобы давайте вот не будем учитывать в нашей добыче конденсат. А конденсат это фактически очень легкая нефть. То есть давайте вот это не будем учитывать. Затем давайте мы будем вам давать цифры по экспорту, а по добыче не будем давать никаких цифр. И вот все данные об экспорте приходится собирать по каким-то, ну, так называемым вторичным источникам. И в конце концов, вот перед визитом Путина договорились, что 5-го числа каждого месяца секретаря ТОПЕК вместе с этими независимыми источниками будет вызывать на ковер представителей Министерства энергетики России и требовать от них правдивых данных о том, сколько Россия добывает нефть, и сколько экспортирует, и вообще работает она или не работает, как партнер вот этого самого объединения ОПЕК+. И Путину, судя по всему, пришлось во время визита отвечать на очень неудобные вопросы. Его, ну, я думаю, что гостеприимные хозяева не стали его уличать прямо вот в лжи. Но Путина очень легко уличить во лжи, потому что он врет постоянно. Но отвечать ему пришлось на серьезные-серьезные претензии. Вот это вот главное. Что касается того замечательного, красивого приема, который оказали Путину в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах, там летали по небу истребители, значит, окрашивая небо в цвета российского флага, все было прекрасно. Но я думаю, что вот если России, это вот такой визит, нужен был, чтобы для понта, показуха, чтобы продемонстрировать всем, и в первую очередь внутренней российской аудитории, что нет изоляции России. Смотрите, с какими мощными партнерами мы все-таки умудряемся встречаться, разговаривать. А для саудовцев, для руководителей Объединенных Арабских Эмиратов, вот такая демонстрация сотрудничества с Путиным, это намек Соединенным Штатам. Вот если вы там, в Вашингтоне, может быть, в этой администрации, в будущей администрации, не сможете наладить нормальные конструктивные отношения с государствами Арабского мира и Персидского залива, Аравийского полуострова, то вы посмотрите, мы можем тут с Россией подружиться, и у нас будет совершенно другая картина в этом регионе. Вот, Россия им нужна как пугало, как жупел, вот для Соединенных Штатов. Вот сущность этого всего визита, вот в этом очень коротко выражается. Ну, а Путин использует Иран как жупел против сунитских этих держав тоже. То есть, постоянно вот это, знаете, сложные такие, ходили на шахматной доске. Нет, 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 я не могу согласиться, потому что Путин вообще ничего, нигде против нее никого не использует. Он не в состоянии это делать. Путин просто пытается сдружиться со всеми, кто хоть немножко соглашается с ним, хотя бы вот сесть за один стол переговоров, или визит нанести какой-то. Ему все равно с кем. Он может дружить с Эрдоганом, а Эрдоган в это время с кем-то еще поругается. Он может дружить с Сирией, в это время с Ираном, а потом с Саудовской Аравией. То есть, вот все эти внутренние проблемы на Ближнем Востоке, в Северной Африке, вот Путин со всеми друг, и все используют, то есть Россию, используют как жупел, как вот пугало для американцев и вообще для... Вот тут еще есть, Михаил, важная составляющая экономическая, все-таки для Эмирата в частности сейчас, учитывая, сколько осело там офшорного бомла, то есть сколько бомла вывели россияне, в том числе и посредством инвестирования в недвижку, там Дубаи конкретно, я сейчас говорю, то есть они наживаются действительно на этой ситуации, им все очень даже выгодно. Но Путин-то здесь ни при чем. Другое дело, что те же самые ребята в Объединенных Арабских Эмиратах, они могут использовать капиталы, выведенные туда из России, и недвижимость, которая появилась в российской собственности, в этих княжествах Персидского залива, для того, чтобы каким-то образом нажать на Россию, сказать, вы знаете, мы тут вот можем в любой момент какую-нибудь фирмочку, зарегистрированную по дешевке, в Фуджейре где-то еще, прижать к ногтю, если американские друзья попросят, и объяснить, что вот эта фирма занимается, например, контрабандой нефти по цене выше, чем вот тот самый потолок. И мы можем, вот у нас есть сейчас в руках такие возможности, чтобы вас прижать к ногтю. То есть, да, вывозили туда денег, построили туда там, бог знает что в этих Эмиратах, наоткрывали счетов, наосновывали там компании всевозможных. Это же не только выгодно вот каким-то, либо коррумпированным чиновникам российским, либо просто предпринимателям с хорошими связями российским, но это выгодно еще и принимающей стороне, которое может все это использовать как рычаг экономического и политического, в конце концов, нажима на Россию. Поэтому там сложные ситуации. Восток – это дело тонкое, да, Петруха. Михаил, вот продолжая тему нефти, такая цифра – 11,3 миллиарда долларов. Такой доход России от продажи нефти в октябре. И он превысил довоенные показатели. Эта сумма составляет 31% российского бюджета за месяц. А в нефтяных доходах – это рекордный показатель с мая 2022 года. С апреля 2023 сумма от экспорта российской нефти удвоилась, согласно Блумбергу. Сколько же Российская Федерация потратила на поставку нефти в обход санкций? Это разница в ценах при отгрузке нефти из порта и получении ее конечным покупателям. Вот как пишет издание, Индия получает российскую нефть за 72 доллара за баррель, а по данным Киевского института экономики из портов Российской Федерации она уходит по цене 60%. А денежная разница оседает в известных торговых и транспортных компаниях. Вы недавно, я знаю, давали интервью, где вы сказали, что это, собственно, и является объяснением прироста состояния и количества олигархов сейчас в России, которые добавили сейчас в своих присутствиях список Forbes и занимают там чуть ли не лидирующие позиции некоторые из них. И в целом, Михаил, глядя на такую удручающую статистику вообще, то есть может ли еще что-то Запад сделать или сделать кардинально по-другому, чтобы эти санкции начинали работать? Или мы обречены, и нефть такой продукт, который вообще не подлежит, по-настоящему не подлежит санкциям? Нет, ну вот когда... Я видел несколько таких выводов из цифр проанализированных. Ой, посмотрите, то есть Россия где-то получила 11, опять-таки, с лишним миллиардов долларов из-за того, что есть потолок цен на нефть, и вот дополнительно посредники какие-то, они вот это получили, и дальше идет такой вывод, что вот эти деньги Россия где-то за границей, нелегально их получив, она будет тратить на импорт через контрабандные какие-то каналы военного оборудования, боеприпасов и так далее, и так далее. То есть финансировать войну. Но для того, чтобы такие выводы делать, это надо абсолютно жить на луне и не понимать, что творится в России и как работает российская бюрократия, российские государственные чиновники, абсолютно коррумпированные. Когда через их руки проходят такие суммы, то к этим липким ручонкам пристает очень и очень много. Вот я думаю, из этих 11 миллиардов долларов, ну дай бог, один миллиард где-то попадет в качестве финансирования военных усилий России куда-то. А все остальное это на счетах вот этих вот коррумпированных чиновников, приятелей Путина, приближенных к власти, посредников из нефтяных компаний. Я вот разговариваю с сотрудниками российских нефтяных компаний, которые перебазировались, ну скажем, в Фуджейру, в одно из княжеств, которое входит в Обедненные Арабские Эмираты. Они счастливы. Они говорят, дай бог тем, кто ввел вот этот потолок цен на нефть, потому что вот от разницы столь... Там гребут лопатой деньги. И гребут они их не в российский бюджет, чтобы войну финансировать, агребут в свои карманы. Ну естественно, делясь с какими-то чиновниками в администрации президента и так далее. То есть говорить о том, что вот совсем не работают эти вот санкции, которые введены, но деньги-то уходят не на войну, вот те, которые там присваивают, они уходят совершенно под другим адресом. Ну вот информация о том, что в 23-м году россияне попытались незаконно вывести из страны валюты на 876 миллионов рублей, об этом следует из статистики Федеральной таможенной службы ФТС, которую публикуют известия. Вот на вскидку, мне кажется, это не столь тревожащая власть сейчас цифра, как вы считаете? Или мы просто даже не знаем настоящего объема? Ну это мало очень. Это вот те деньги, которые кто-то везет через российскую таможню, выезжая из-за границы, и не задекларировал, не показал сверх нормы там какой-то, еще чего-то. Вот арестовали человека. Но это мелочь. Это меньше одного миллиарда рублей, это не доллары, это бог знает что. Поэтому к таким сообщениям надо очень спокойно относиться. Ну поймали кого-то, кто лишние деньги вез через границу, все это суммировали и сказали, ой, посмотрите, какие попытки вывоза валюты были. Когда из России вывозится валюта, вот как я уже сказал, в виде посреднических услуг при торговле нефтью, вот это вот валюта, вот это вот большие суммы. А это все в кошельке или в трусиках вывозили через таможню. Да. Михаил, вот я знаю, что вы уже неоднократно отвечали на этот вопрос. В контексте 12-го пакета санкций вот мы слышим, что страны G7, большой семерки, ведут запрет на импорт алмазов из России с 2024 года. Запрет на импорт алмазов, добытых или обработанных в России, ведут с 1 января уже следующего года. Ограничения на алмазы, российские алмазы, обработанные в третьих странах, будут введены постепенно с марта 2024 года. Подробностей о том, как это будет работать, на самом деле нет пока. И вот, опять-таки, что это может означать для Москвы, такое эмбарго, учитывая, что, опять-таки, алмазы, ну, наверное, еще легче скрыть, да, чем нефть. Я имею в виду скрыть источник происхождения для ее продажи. Нет, ну, алмазы, если действительно каждый алмаз измерять его качество, его свойства, то можно определить, откуда и из какого региона мира он все-таки поступил на рынок. Но у меня большое сомнение, что такая мера будет работать, что вот эти санкции сработают. Потому что, помимо получателей российских алмазов, есть торговцы, которые этим занимаются в Южной Африке, в Нидерландах. Но это не главное. А главное — это вот Индия, отчасти Китай. А они к таким санкциям не примкнут. И вот через ту же самую Индию можно, я не знаю, какие огромные масштабы может иметь вот эти каналы поставки куда-то за границу алмазов. Это же не только бриллианты, но это и технические алмазы вообще. Но я очень сильно сомневаюсь. На этом рынке ввести какие-то ограничения глобального характера, боюсь, что не получится. И если говорить про пакет санкций, 12-й, я задаюсь вопросом, а что еще можно облагать санкциями? То есть это опять будет несколько таких очковтирательных, возможно, таких действий, каких-то функционеров из ОРДЛО, из так называемых Донецких и Луганских народных республик накроют санкциями, которые уже давно никуда не выезжают. Опять-таки, вот эти санкции на алмазы. То есть это что? Это некая такая бюрократическая инерция, чтобы успокоить собственную совесть, что, мол, мы что-то делаем? Да нет, ну действительно, хотелось, хотелось тем, кто вводит санкции, что-то сделать серьезное, чтобы нанести ущерб агрессору, военному преступнику и так далее. Но, судя по всему, вот авторы санкций, они подошли к какой-то вот границе, через которую они не могут приступить. Потому что дальше будет уже, ну, следующие шаги какие? Объявление, ну, чего-то вроде торговой войны. Это, например, надо брать какие-то фирмы в Индии и в Китае, если уж говорить просто про нефтегазовые дела, и говорить, все, мы вам запрещаем покупать российскую нефть, это будет торговая война с Индией, например. Это как? Вот на это западный мир пока не готов пойти. А дальше, если это торговая война, то, мы видим, и западные страны во многом зависят от российского сырья. Вот никто не собирается, были предложения ввести запреты на уран, на поставки обогащенного урана для электростанций. Не получается, потому что слишком велика зависимость именно от того урана, который добывается в Казахстане, в России, обогащается российскими технологиями, российскими компаниями, дальше уже экспортируется. Вот слишком велика зависимость. Невозможно это никоим образом сделать. Я занимался этим вопросом, на самом деле, знаю, это не понаслышке, как Россия купила два очень важных месторождения урана в Казахстане уже после полномасштабного вторжения Путина в Украину, причем это сделано было компанией, зарегистрированной в Канаде, которая является дочерной компанией Росатома. То есть, это скандальная история, и я лично этим занимался, вот приоткрою немножечко тайны, занимался, и разговаривал об этом с американскими конгрессменами. То есть, по сути, они профукали вот столь важный такие вот стратегический объект, по сути, и тут задействованы западные компании. Это еще одна демонстрация того, как россиянам удается обходить всевозможные санкции. Если мы говорим про эти третий как раз страны, разумеется, главные нарушители это сейчас Киргызстан, он на слуху Казахстан, на слуху Турция, разумеется, и вещь идет, вот вы говорите про торговые войны, опять-таки, что по-настоящему подойти к вопросу санкций и их исполнению, нужно как-то начать уже пенализировать, наказывать эти страны, потому что через них идет закупка, в том числе, и чипов, и других деталей двойного назначения. Совершенно верно. Вот это сделать чрезвычайно трудно, то есть объявлять торговую войну половине мира, ну, как-то не готовы. Из-за этого мы видим какие-то совершенно безумные предложения о введении санкций, такие, как, например, взять и через датские проливы не пускать российские нефтеналивные суда, если они не будут иметь надежной страховки. А что такое надежная страховка? Где такой международный документ, который предписывает судовладельцу страховать грузы в определенных компаниях, например, в лондонском пуле вот этих страховых компаний респектабельных. А почему нельзя согласиться со страховкой российского какого-нибудь ингостраха? Или китайской компании, или арабской компании? То есть нет запрета не такого. Идет танкер, в танкере нефть, бумажки вроде все нормальные, там ниже цена показана ниже 60 долларов за баррель. И дальше страховка есть от какой-то компании. И никто не станет выяснять, есть у этой компании деньги, чтобы покрыть ущерб от возможного экологического бедствия, если разлив нефти там произойдет. Потому что мы видим, что такие бедствия могли иметь страховые последствия, это 8 миллиардов долларов, 10 миллиардов долларов, вот какие были бедствия. А когда мы видим, идет российский танкер, забитый нефтью, через узкий пролив, какой-нибудь Арисон, или через Босфор, а страховая компания, у нее есть перестраховщик, а перестраховщик российская государственная фирма, а у этой фирмы весь капитал, который она может использовать на покрытие ущерба, полтора миллиарда долларов, она не покроет серьезного ущерба, ни сам страхователь, ни перестраховщик. А где вот это написано, что нельзя принимать эти документы, не получается. То есть предложения это есть самые разные, но как только дело доходит до практического их уплощения, то получается, что такую санкцию никак нельзя внести. Михаил, напоследок остается немножко большой политики. Я так понимаю, вы уже не первый месяц покинули Россию, правильно? И находитесь на Западе сейчас. Да, я в Норвегии живу. В Норвегии. Кстати, Норвегия тут хороший пример и исключение из, я не буду говорить правил, но не все так просто сейчас, что касается западной поддержки Украины в контексте прихода к власти или победы некоторых правопопулистских политиков в Европе. Вчера конгресс, республиканцы в конгрессе блокируют помощь, заплокировали помощь Украине и так далее. А вот как раз Норвегия с Британией договариваются о неком таком совместном проекте помощи Украине. То есть тут как раз все не так все плохо. В целом вот ваши ощущения от того, можно ли говорить о том, что Европа уже начинает реально уставать от конфликта и просто не верить в свои силы, учитывая, как их сейчас лихорадит. Я говорю сейчас и в том числе в контексте предстоящих в 2024 году выборах многих из западных демократий. Нет, ощущение усталости есть во многих странах, но пока я вижу, что в Норвегии, в Германии, в странах Балтии там объемы военной помощи Украины, непосредственно военной помощи, они не только не уменьшаются, они даже увеличиваются. То есть принимаются новые пакеты помощи, выделяется техника. То есть защитить западную цивилизацию от варваров, которые напали на одну из европейских стран, в общем, все пока готовы и готовы еще очень долго и долго продолжать эту защиту. Можно было бы интенсифицировать каким-то образом, но я думаю, здесь нужны солидарные действия еще и с Соединенными Штатами, а там пока не все благополучно. Увы, но тем не менее услышал позитивные и оптимистические нотки в вашем прогнозе, в вашей оценке. За это я вам благодарен, в том числе и Михаил. Спасибо большое, что были нашим гостем сегодня. Михаил Крутихин, друзья.